Немножко о себе что ли, я не знаю, может быть, знаете наверное мою биографию, но я родился в молдавском селе на Украине, и когда люди мне говорят, что ты молдавский говоришь, оказывается, ну это мой родной язык, я даже не помню какой язык начал я говорить первым, вот в русском языке нет такого оборота, но в государственном есть такой оборот. И я родился в семье педагогов, моя мама в 20 лет была директором школы в Олежском районе, в 22 года она была награждена медалью за трудовую доблесть, это в то время была одна из самых высоких наград трудовых. Мой папа был директором той школы, в которую я пошел впервые, затем его избрали председателем отстающего колхоза, и за три года он привел это хозяйство в порядок. Он построил дорогу, дом культуры, спортивный зал, дом быта, магазин новый, тракторную бригаду, вывел колхоз в передовые, и поскольку у них с мамой был договор, что через три года он возвращается обратно, потому что трое детей, все-таки маленьких было, папа так и сделал. До сих пор, к сожалению, я бываю в этом своем родном селе, помогаю в школе, на стенах, которые висит мемориальная доска в честь моего отца, но там, к сожалению, больше ничего не построено. В 1972 году мы переехали в Страшены, и я закончил там русскую среднюю школу, которой, кстати, тоже оказываю сегодня помощь, а в 1979-м закончил Одесский проектический институт по специальности инженер-механик, затем приехал в Тишиневский государственный союзный проектный институт, был первым по распределению. Знаете, наверное, это здание в виде раскрытой книги, где Кенфорд сейчас, тогда никто не знал, что там не было вывесок, но это был проектный институт Министерства электронной промышленности СССР, где я за 10 лет стал дорос от инженера до главного инженера проектов, затем я стал директором Кишиневского филиала Новосибирского государственного проектного института, это Минрадиопром СССР, который проектировал, завел отсчет МАШ, Альфа, компьютерный, виброприбор, сигнал. Так получилось, что я хотел уйти в 1989 году с государственной службой, создал кооперативную фирму, которая занималась очисткой источных вод от промышленных предприятий. Мы начали хорошо, у нас были проекты и в Молдавии, и на Украине, потому что наша технология основывалась на идеях Института водного хозяйства из города Ровно. Ровно. Ровно, да. И тут последовало предложение возглавить самостоятельную проектную организацию. Мне, конечно, было очень интересно, и я не смог устоять. Я параллельно был руководителем проектной организации государственной, которую за три года, ее численность выросла в два раза, у нас работало уже 150 человек. Я ее хорошо оснастил, оборудовал, я нашел новые работы для этой организации. Ну, параллельно, конечно, было мое детище, «Голубая волна» компания называла, сейчас она называется «Дакэкоплант». И, как и раньше, она реализует различные вопросы, проекты в области экологии. В 90-м году я создал малое предприятие «Полепроект», и мы тогда занимались швейным производством, выставками, коммерцией. Но мне не хватало, конечно, времени, и поэтому у меня были партнеры, мои друзья, в частности Аркадий Андроний, которого многие из вас знают. Это мой старый друг, тогдашний партнер, который сегодня принадлежит ему этой компании. В 92-м году, имея уже компании в России, у нас там были акции бирж, я ушел с государственной службы, я занялся бизнесом плотно. Мы имели профессионального участника рынка ценных бумаг России, мы получили там лицензию под номером 2. Мы имели крупное коммерческое предприятие в Москве. Мы торговали ценными бумагами, ваучерами, я как-то рассказывал, что можно было найти ваучеры купить, которые у нас были. Я слышал легенду, что вы могли бы купить полтора процента акций «Газпрома». Ну да, у нас было 70 тысяч ваучеров, я их продал и заработал на каждом, там, по-моему, 2 тысячи рублей, мы были очень счастливы. Потом, уже разобравшись в системе российской приватизации, мы поняли, ну, логти кусать не стали. Мы торговали металлами, мы торговали нефтепродуктами. Ну, параллельно мы разобрались в молдавской приватизации. И после кризиса 93-го года, вы помните, когда был введен лей, это был практически кризис. Почему кризис? Потому что лей ввели, а привычки, как бы, брать кредиты по 200-300 процентов остались годовых. И многие предприятия попали в очень серьезные проблемы вследствие этого. И началась приватизация. К тому времени мы создали акционерное общество «Даггер Мес». Мы его создали для того, чтобы привести уже какие-то организационные формы торговлю автомобилями, которыми мы уже занимались тогда, торговлю компьютерами. Мы в 93-м году получили статус дилера IBM и торговлю нефтепродуктами. И вот эта компания «Даггер Мес» учредила в 94-м году инвестиционный фонд «Даггер Мес». Так получилось, что мы поздно разобрались в том, что, конечно, боновая приватизация – это был политический акт, который нужно было провести срочно, потому что нам обещали тогда кредиты, вы помните, приехали американцы, развили компанию «Бонултел», «Виторултел». Кстати, это же американцы потом организовали приватизацию земли, помните, да? Ну да. А какие-то другие через 7 лет приехали и теперь начали нас учить консолидировать эту землю. То есть как бы интересно. Мы тогда все были неопытными, потому что был опыт перехода от капитализма к социализму, но обратного опыта не было. И мы можем ругать американцев, там говорить, что они такие сякие, но я думаю, что многого не знали и они, конечно. Мы вышли из приватизации наиболее крупным приватизационным институтом, крепким, сильным, но с раздробными длинными пакетами акций нам понадобилось много времени, чтобы сконцентрироваться. За это время мы несколько предприятий потеряли, но, несмотря на это, реорганизовавшись в 2007 году в компанию «Даггер и Мецгрупп», мы сегодня являемся компанией, у которой в десятки раз активы выше, чем были сразу после приватизации. Нам принадлежат комплексы недвижимости в виде двух торговых центров, значит, на Кали-Ешелар и на бульваре Дачия. Нам принадлежат два машиностроительных предприятия, которые работают, развиваются, производят новую технику. Мы создали сильное конструкторское бюро на этих предприятиях. Нам принадлежит зерноперерабатывающее предприятие в Дроке, одно из наиболее сильных в северной зоне. Нам принадлежит парфюмерно-косметическая фабрика «Виорика», комплекс недвижимости «Пилар». Нам принадлежит 600 гектар озер, 1000 гектар сельхоз земли. И целый ряд других объектов. И все это является собственностью 90 тысяч акционеров. Мы, конечно, для того, чтобы понимали, что каких-то мощных дивидендов мы заплатить не можем, потому что для того, чтобы заплатить, к примеру, каждому, ну, по 200 леев, например, на 90 тысяч, на 90 тысяч, вы понимаете, на какие мы суммы выходим. В то же время предприятия, которые мы приобрели за боны и постепенно сконцентрировали контрольные пакеты, обладали, и часть из них еще обладают недвижимостью, цехами, которые требуют ремонта, оборудованием, которое требует замены, персоналом, который требует обновления, обучения, вложения средств в персонал. Вы представляете, мы утратили инженерные кадры практически. Слава Богу, что сохранились еще 50, 60, 70-летние, которые в состоянии сегодня обучать уже ту генерацию, которая выходит из политеха. Вы знаете, можно, есть из кого выбрать. Есть хорошие ребята, которые, слава Богу, получают инженерное образование. И вот наряду с этим надо было людям дать знать, что мы есть, мы вас помним, и мы выплатили 7 миллионов, по-моему, улеев, дивидендов, но несколько лет назад приняли решение все средства направлять на развитие и на укрепление материальной базы, значит, на то, чтобы эти активы росли. Для того, чтобы, в конце концов, когда-нибудь, значит, этот БОН или акции этих людей превратились, значит, в то, чего люди когда-то от этого ожидали. Ну, так получилось, что мы остались практически одни из 48 приватизационных институтов, которым сдали БОНы полтора миллиона человек. И с тем же адресом, с тем же именем, с тем же руководителем ни от кого не прячемся, вот, и готовы воспринять, конечно, все вопросы, которые нам задают, и критику. Ой, на выборах вам зададут массу вопросов, массу. Мы готовы к этим вопросам. Параллельно развивалась компания «Даггер Мес», параллельно была создана компания «Дагг Систем» на базе департамента соответствующего компании «Даггер Мес». Мы сегодня являемся представителем 11 автомобильных марок. Компания «Дагг Систем» является одной из наиболее крупных и известных в области системной интеграции. Это компания, которая реализовала ряд очень интересных международных проектов, внутренних. Мы прекрасно знаем государственные проблемы. Мы хорошо знаем по каждому министерству, какие проблемы надо решать. У нас по многим из них написаны технические задания. Мы понимаем государственные проблемы в области IT, и мы их решали, и продолжаем решать. Мы создали проекты для МВД, для системы социального страхования, для Министерства сельского хозяйства, для Министерства информационных и так далее. Мы развиваем целый ряд экологических проектов. Мы планируем строить экопоселение. Это проект моей жизни. Я верю в это, потому что... И у вас есть мечта? Это, конечно, моя мечта, которая обязательно будет реализована, и мы к этому идем. Мы в этом году начали реализовывать проект по строительству питомника для растений на Бегрю и Днестра. У нас есть 120 гектар. Этот проект нам помог сделать Зепхольцер. Чуть книгу мы издали. Запишите себе в интернете, посмотрите. Эту книгу на государственном языке можно купить в книжных магазинах. Я считаю, что это выдающийся человек, который создал систему сельского хозяйства без химикатов, без удобрений, основанную на поликультуре. Его сельское хозяйство дает урожая в несколько раз больше, чем у соседей, но при этом это все экологично, натурально и производится без больших затрат труда. Каждый из вас может туда поехать, если вы пожелаете. Мы вам это организуем, но для начала почитайте эти книжки, они называются «Пустил рай совпустил», «Парадиз совпустил» и вторая, я уже не помню название, но об экологическом сельском хозяйстве. Есть еще один проект, который меня очень выдушевлял раньше и выдушевляет, это фабрика «Виорика». Мы после кризиса 1998 года несколько лет работали на банке, мы имели большие проблемы, потому что мы не ожидали, никогда мы не знали, что такое вообще бывает. И я изучал, я присматривался, какие же бизнесы, какие же производства не страдают во время кризиса. Оказывается, парфюмерно-косметическая промышленность во время кризиса... И не бой женский сегмент. И женский сегмент, и мужское. Но никто не перестает мыться или не перестает ухаживать за собой. Поэтому мы думали создать такое производство, и тут вдруг видим, это фабрика. Поэтому мы приобрели ее, инвестировали в этот проект уже более 5 миллионов евро, это были и кредитные ресурсы. Я думаю, что все заметили те магазины, которые появились, те новые линии продукции, которые мы создали. Я вам очень советую попробовать. Николай Федорович, как бывший директор, подтвердит, очень хорошая база на этом предприятии. Конечно, я привлек экспертов из Англии, я привлек экспертов из Германии, из Франции. Мы сегодня совместно с ними разрабатываем целый ряд продуктов. Через год-полтора, я думаю, появится премиум-сегмент нашего производства. У нас есть очень большой проект по созданию вио-парка. Это большой сельскохозяйственный комплекс на 400 гектар, где будут производиться, будут выращиваться растения, где будут производиться экстракты, где будет производиться вино из винограда Виа-Рика, где будет производиться, вы знаете, есть такой виноград. Удивительный виноград, кстати, я не знал. Где будут созданы условия для туристов. Это проект, который четко показывает или подтверждает заявленную ценность нашей продукции. Потому что сегодня мы собираем дикоросы и производим экстракты носовой фабрики. Я постоянно наблюдаю за тем, что происходит в стране, несмотря на то, что я отошел от политики. В 90-е годы я немножко этим занимался, но по спискам не шел, как вы знаете. Вот, разумеется, меня волнует то, что происходит. И, конечно, я пытаюсь влиять как-то на процессы, участвую в экономических советах при президенте, при премьер-министре. А господин Тимофтьев собирает экономические советы? В прошлом. А, в прошлом. Участвую в прошлом. Я не знаю, может быть и собирают, просто мне неизвестно об этом. Кто об этом знает, поднимите руки. В прошлом я активно участвовал. И, разумеется, и в письменной форме я старался довести до сведения руководства страны мнение бизнеса, мнение наше, что мешает. Мне кажется, что на какие-то процессы нам удавалось влиять. Ну, а что касается моего решения балортироваться в генеральные примары, я уже об этом говорил. Если говорить о моей семье, я женат на горячо любимой, значит, Валентине Викторовне Киртоке, в девичестве Шевченко из Украины, моя супруга, мои дети Алексей и Владислав, разница между ними 10 лет. Алексей является вице-президентом компании, он как раз отвечает за медиапроекты и за экологические проекты. Сын Владислав учится в Англии, есть такой университет UCL, может быть, вы знаете. Он выбрал специальность инженерия, бизнес и финансы. Бизнес и финансы он изучает в высшей школе экономики. Это все большая организация, называется Лондонский университет. Я уверен, что он вернется, и он любит свой город, ему нравится здесь. Есть у нас двое внуков, Алиса, которой 11 лет, и Василий, которому 2,5 года скоро будет. Продолжение следует...